Проект «Я помню». Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Терещенко Михаил Васильевич. Интервью Сергей Ковалёв. Литературная обработка Николай Ковалёв, Сергей Ковалёв. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Опубликовано 14 ноября 2022 года. Часть 2. Часть 3. 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 ситуации – спереди или по бокам от гаубичных позиций бригады. Ведь если немец подойдет близко и полезет на позиции бригады, не из гаубиц же по ним стрелять прямой наводкой. Сколько человек было в расчете гаубицы? Обычно порядка шести человек, но часто был некомплект, потому что кого-то убило, а кого-то ранило. Летом 1943-го я оказался под Курском, где на тот момент была очень тяжелая ситуация. Мы стояли на берегу какой-то речушки и из-за нее поддерживали огнем свою пехоту. Огонь вели плотный, порой боеприпасы быстро заканчивались и нам срочно доставляли новые. Через наши позиции постоянно шло подкрепление пехотинцам, видимо их там сильно потрепало. Еще те дни мне запомнились огромным количеством черных блох, которые буквально мучили всех солдат, не давая спать. Только ты сядешь, как они на тебя сразу налетают, начиная кусать. А если на тебе есть незажившая рана, то они проникают внутрь под бинты и начинается такой зуд, что хочется эту рану просто разорвать. Раненые просили врачей, снимите с меня эти повязки, разрежьте их. Не могу выдержать этот зуд. Снимут повязку такому раненому, мы смотрим, а у него там этих насекомых уже в раненом плодилось очень много. Врачи уберут их, почистят рану, сделают новую свежую повязку, но через какое-то время раненые к ним опять бегут с просьбой спасти от зуда. Нам давали какую-то мазь от этих насекомых, но она слабо помогала. А в шее было много у вас? Да, этих тоже было много. К нам на машине приезжали санитары, которые собирали наше обмунтирование и отправляли его в специальную парилку. Хоть и выдавали новое нательное белье, рубаху с кальсонами, но все равно на теле оставалось несколько вшей, которые плодились очень быстро, и в результате на нас в скором времени опять кишели эти вши. Вас самих от вшей как-нибудь обрабатывали? Вот когда приезжала эта машина для обработки нашего мудирования, нас раздетых заводили в какой-то загон, где сидел парикмахер и по-быстрому стриг машинкой наголо каждого из нас. Причем это касалось не только головы, а вообще всех мест, где росли волосы, в подмышках, на груди. Потом он, брал большую кисть, макал ее в какой-то раствор и этой кистью быстро проводил по всему голому телу того, кого только что постриг. Руки подними, повернись, нагнись. Все, давай следующий. После подобной обработки выходишь на свежий воздух, надеваешь чистые кольсоны с рубахой и чувствуешь себя, словно вновь народился на свет. А там у машины продолжаются выкрики. Следующий, следующий. Иногда нам устраивали баню, но чаще всего просто выдавали порошок от вшей. Если бы не эта химия, то нас бы вши точно сожрали. Обмундирование вам часто меняли? Нательное белье меняли при каждой подобной санитарной обработке. Если позволяла обстановка, то машина санобработки приезжала к нам раз в неделю, но иногда приходилось ждать ее очень долго. Мы сразу узнавали эту машину, потому что на ее борту был нарисован большой крест и очень радовались ее прибытию. Бриться на фронте вас заставляли или можно было отращивать бороду? Бороду у нас никто не носил. Чтобы солдат отпустил себе усы или бороду, он же не царь какой-нибудь. Поэтому как только появлялась щетина и была возможность от нее избавиться, ее тут же сбривали. У каждого при себе была бритва, при удобном случае ее подтачивали и друг друга брили. Орудия часто выходили из строя. Однажды мне была дана команда совершить марш, во время которого мы двигались к мосту по крутой насыпи. Но сталинский тягач чуть сполз с дороги, орудие прокинулось и кубарем полетело вниз. Мы мобилизовали все имеющиеся силы, чтобы вытащить наверх перевернувшиеся орудия. Подняли его, отмыли, поставили на колеса и пошли дальше. Само орудие, на наше счастье, не пострадало, была лишь сбита панорама. Ну и еще одному номеру расчета, который ехал на орудие, придавило ногу. Чтобы никого из расчета не обвинили в порче оружия, пришлось снять рабочий прицел с другого аварийного орудия и по-быстрому установить на свое. Обычно позади тягача шел прицеп, в котором перевозились снаряды и личный состав. В тот день с нами был пленный немец, которого захватили мы во время боя. Когда орудие перевернулось, тягач остановился, и этот немец выпрыгнул из кузова в надежде убежать. В то время мы находились уже на немецкой территории, поэтому ему не составило бы труда укрыться от наших войск. По убегающему немцу все, кто находился в прицеле, открыли огонь, но ему удалось уйти. Ну что мы будем всем расчетом за одним немцем гоняться, поэтому мы плюнули, подняли орудие и продолжили движение. Во время ведения огня орудия выходили из строя? В таких случаях, чтобы орудие выходило из строя, например, повреждались стволы, у нас не было. Были незначительные поломки, которые тут же на месте исправлялись силами расчетов. Какие тягачи использовались для транспортировки гаубиц? У нас сначала основным средством тяги был тягач НАТИ-5, который мы называли горбатым, затем нам выдали тягачи производства Сталинградского тракторного завода. Честно говоря, это были очень плохие тягачи. Позже бригада получила вместо них американские автомобили-студебеккеры различных модификаций, как с передним ведущим мостом, так и без него, а также тягачи фирмы АЛИС. Зимой в нашем советском тягаче едешь и дрожишь от холода, а в американском АЛИСе было ехать очень комфортно, потому что у него внутри был обогрев кабины, который ты мог выключить любой момент. А еще на гусеницах у американских тягачей имелись прикручиваемые шпоры для лучшего сцепления со льдом. Когда наступала весна, эти шпоры откручивались и отдельно где-то складывались. На отечественных тракторах подобных вещей не было. Видимо, наша промышленность на тот момент до такого еще не дошла. Вся эта техника предназначалась для придвижения тяжелой артиллерии. Для легкой же 76-мм пушек использовалась конная тяга из четырех лошадей. Если мы занимали позицию, то лошадей старались отводить подальше, потому что во время обстрела лошади пугались, рвали уздечки и убегали. Поймать их было трудно, часто они повреждали себе ноги и бегали хромая. А то в нее пуля или осколок угодят. Она упадет и лежит, мучается, ногами дрыгая, передвигаться уже не способна. Что в подобных случаях остается? Только застрелить несчастное животное. Хоть ездовой и плачет от жалости, но обязан пустить лошади пулю в голову. Поэтому задачей ездовых было в первую очередь увезти лошадей в безопасное место и там находиться вместе с ними, присматривая. Иногда, когда лошадей не хватало, 76-миллиметровую пушку цепляли за гаубицу и тягач одновременно тащил за собой два орудия. Как поступали с застрелянными лошадьми? Бросали или забирали на мясо? Если была возможность, то брали на мясо. Лошадиное мясо очень любили солдаты, выходцы с Кавказа и Средней Азии. Они быстренько свежевали конину и варили из нее какую-то похлебку. Взамен погибших лошадей вам присылали новых. Да, мы получали пополнение лошадей. Их нам присылали из Средней Азии, но чаще всего с Дальнего Востока. А тут же к нам поступало пополнение и личного состава, потому что среди расчетов тоже были потери. Где во время марша размещался расчет орудия? Я всегда передвигался в кабине тягача рядом с механиком или водителем. Едешь, тебя укачивает спать охота. Кто-то из состава расчета в это время ехал вместе со мной в кабине, а остальные размещались прямо на лафете орудия. Лафет у гаубицы широкий, и на него без проблем клали какой-нибудь деревянный помост, каким-то образом прикрепляя его к орудию, чтобы он не соскочил во время движения. Затем на этот помост бойцы стелили что-нибудь наподобие матраса и ложились спать. А чтобы во сне случайно не свалиться на землю, они привязывали себя к орудию ремнями или веревками. Однажды зимой подъехали к озеру, которое уже покрылось хорошим льдом. Я выскочил из кабины, чтобы осмотреться и принять решение, проедем мы по льду или нет. Пока я туда-сюда бегал по льду, провалился в полынью. С помощью винтовки меня вытащили из ледяной воды. Мороз был под 30 градусов, поэтому мои намокшие ватные штаны быстро покрылись льдом. Сухую телогрейку для меня где-то раздобыли, а вот запасных штанов ни у кого не нашлось. К счастью, неподалеку оказалась деревня, в которой мы остановились. К вечеру у меня поднялась температура под 40 градусов, и я думал, что все, мне пришел конец. Но потом все-таки очухался, температура нормализовалась. Недостаток в боеприпасах ощущался? Их не хватало только тогда, когда мы вели очень плотный огонь. Например, с наблюдательного пункта по телефону на огневую позицию передавали, что немцы пошли в наступление и сообщали нужные координаты. Иногда мы даже получали необычные боеприпасы. Однажды в Румынии нам привезли нестандартные снарядные ящики. Обычно в ящиках лежали снаряд, заряд и отдельно взрыватель с ключом. Но в этот раз там оказались совершенно другие боеприпасы с совершенно иным инерционным взрывателем, который был не ударного действия, а выставлялся на определенную высоту и определенную дальность. Оказалось, они предназначались для стрельбы по воздушным целям. Эти боеприпасы нужно было заряжать в наши 122-мм гаубицы и вести ими огонь по пролетающим самолетам противника. Выпущенный из орудия снаряд, не долетая до самолета, разрывался и бил шрапнелью по низколетящей воздушной цели. Я быстро сориентировался в этом вопросе и сразу разобрался, какой взрыватель нужно устанавливать для стрельбы по авиации. И если нам звуковая разведка докладывала, что приближаются немецкие самолеты, то мы еще не в виде их поднимали стволы своих орудий и заряжали соответствующие снаряды. Наши выстрелы оказывали на немцев беспокоящие действия, и они разворачиваясь улетали обратно, так и не отбомбившись по своим целям. Но это были единичные случаи применения подобных боеприпасов. Чаще всего нас от налетов с воздуха прикрывали расчеты стоявшихся неподалеку 37-мм зенитных установок. Как вам доставляли боеприпасы? Снабжение боеприпасами – это задача боепитания. Наша задача – получить готовый продукт. Они откуда-то везли снаряды на автомобилях, в определенном месте их выгружали и складировали. Ну а дальше все ложилось на плечи расчета. Поскольку расчет я не мог отпустить далеко от орудия, место складирования ящиков со снарядами было в ближней досягаемости. Сколько всего у вас было ранений? Три. Обо всех я уже рассказал. Нога, спина и голова. Но голову можно не считать за ранение. Там только рассекло кожу и все. Были ли вы свидетелями показательных расстрелов за трусость или иные преступления? Был. Как-то нас отобрали несколько человек, посадили в машины и вывезли в какое-то место. Только мы слезли с машин, как подъехала еще одна машина, из которой под конвоем выгрузили арестованного и отвели его в сторонку. Тут же неподалеку поставили небольшой столик, на котором расположились члены военного трибунала. Один из них спустя некоторое время взял лист бумаги и стал читать. Именем Союза Советских Социалистических Республик Иванов Иван Иванович, самостоятельно покинувший свою позицию на рубеже таком-то, что привело к таким-то последствиям, военным трибуналам номер такой-то приговаривается к расстрелу. После этого Иванова взяли под руки и отвели в сторону. Напротив него выстроилась расстрельная команда из трех человек. Бах-бах-бах и все. Тело расстрелянного погрузили в кузов, привезший его машины, и куда-то увезли. Говорили, что этот Иванов уже сам для себя вырыл могилку, в которой его труп и похоронят. Но расстрелы проводились нечасто, зато я часто был свидетелем похорон своих боевых товарищей. Для этого мы копали яму под могилу, приносили убитого, зачитывали его домашний адрес и говорили, он был смертельно ранен в бою и будет похоронен вот здесь, в этой могиле. Гробов мы не делали, просто на дно могилы стелили плащ-палатку, на которой вчетвером опускали тело погибшего. Затем могилу засыпали, на найденном куске железа писали, к примеру, здесь похоронен Сидоров Петр Петрович, такого-то года рождения, и ставили его поверх могильного холмика. Обязательно над могилой давали салют из нескольких залпов, кто хотел крестился. Отдав последнюю дань погибшему, мы продолжали воевать. А как хоронили своих товарищей, когда были в пехоте? В пехоте мы тоже хоронили своих товарищей, но гораздо реже. Для этого существовали похоронные команды, которые собирали на поле боя погибших. Иногда вместе с похоронной командой работала и санитарная команда, которой среди тел убитых удавалось отыскать и раненых. Много было верующих на фронте? Да, много, хотя это сильно не показывали. Но даже те, кто были неверующими, под обстрелом все равно крестились. Как на это смотрели политработники? Они вполне нормально к этому относились. Это не значило, конечно, что мы все в церковь с троим ходили, но верующих не преследовали. Хочешь молиться, молись. Хочешь креститься, крестись. Среди прибывающего к вам на батарею пополнения были бывшие уголовники. Уголовников, как правило, в артиллерию не отправляли. Их отсылали в пехоту на передний край. Если они попытаются сбежать оттуда, то их стоящая позади охрана просто расстреляет. Они об этом прекрасно знали. У вас в полку или бригаде женщины были? В бригаде и полку они были, но на передовой у нас женщин не было. У нас один командир по фамилии Чижаков жил с телефонисткой. В конечном счете они поженились и после демобилизации уехали куда-то на север, откуда она была родом. Однажды, находясь в Румынии, мы вели ожесточенные бои. Дивизион подошел к Орву, по дну которого протекал широкий ручей. Берег этого ручья был глинистым, и перепрыгнуть ты его не перепрыгнешь. Пока вылезешь на берег, завязнешь в этой глине. Неподалеку оказался мост через реку, по которому нашему дивизиону удалось переправиться на противоположный берег. Я не спал уже две ночи и буквально засыпал на ходу. Перебравшись на противоположный берег, я сообщил, что мы прошли через реку и заняли оборону. Пока мы разворачивались и отражали немецкие атаки, мост позади нас был взорван, и мы остались одни на этом берегу, поскольку другой дивизион не успел переправить свои орудия. Прибывшие саперы принялись ремонтировать поврежденный мост, чтобы наши войска имели возможность подойти к нам. Оказалось, что мы единственные, кто, оторвавшись от основных сил бригады, ушел вперед и переправился на противоположный берег. Немцы усилили атаки. Нам бы отойти, но отступать было некуда. Позади нас был разрушенный мост, который саперы спешно пытались восстановить. К тому же позади оказался остановивший нас за град отряд. Куда отступаешь? Окапывайся и обороняйся здесь. То, что ты устала весь в грязи, это никого не волновало. Винтовка есть, значит, ты боец. После отражения немецкой атаки я был слегка оглушен и плохо слышал. Весь в налипшей глине я обессиленный упал рядом с орудием. Ко мне подошел какой-то боец и что-то попытался сказать мне, но я после стрельбы из орудий слышал плохо. Наконец удалось разобрать, что кто-то пришел к нам на батарею. Я выматерился и, кое-как очухавшись, поднялся. Оказалось, это к нам добрался вестовой с задачей до окончания сварочных работ на мосту, не позволить немцам препятствовать восстановлению переправы, отражая все их попытки. Еще мне нужно было установить связь с тем дивизионом, который остался на противоположном берегу реки. Для этого вместе с вестовым ко мне прибыл радист, у которого была при себе пехотная радиостанция РП и коды для связи. У меня на орудии осколком от разрыва прилетевшего снаряда разбило прицел. Орудие цело, а стрелять из него невозможно. Что делать? Я двух гвардейцев отправляю, чтобы они забрали прицельное приспособление и переправились на противоположный берег, где могли бы сваркой отремонтировать его. Заград отряд опять. Стой, куда идешь? Но в этот раз с ними удалось договориться, и они их пропустили. Мои гвардейцы сходили, заварили где надо и принесли обратно. Мы на месте, в некоторых местах напильником подточили прицельное приспособление и установили на орудие. Конечно, это крепление было не заводское, но вести огонь позволяло. Мне приказали выдвинуться вперед, и по радиостанции давать кодированное сообщение о том, куда дивизионам с противоположного берега нужно наносить удары. Вплоть до того, что вызывать огонь на себя, чтобы не захватили наши орудия. Если бы у нас закончились боеприпасы или немцы прорвались к нашим позициям, то мы были бы вынуждены отойти, бросив свои орудия. В этом случае наводчики обязаны были снять с гаубиц панорамы, убрать их так называемые корзинки и обеспечить их сохранность. Но позади наших позиций стоял заградотряд, и каждого, кто пытался отойти к мосту, они с оружием наперевес останавливали и возвращали обратно. Стой и обороняй. Долго вам пришлось держать оборону на этом берегу? Несколько дней. С продовольствием у нас было совсем туго, и мы ходили в расположенную неподалеку деревню, где в одном из сараев нашли немного дробленого зерна. Мы собрали эти остатки и варили из них кашу мамалыгу, а воду брали из реки. Потом мост починили, и мы соединились с другими своими дивизионами. Название этой реки не помните? Когда-то помнил, а сейчас уже забыл. Да мы и не ставили себе задачу запоминать эти названия. Каждую небольшую речушку мы называли между собой переплюйкой, и нам этого было достаточно. Орудия на позициях маскировались? Да, летом спиливали ветки деревьев и цепляли их на орудия. Со стороны казалось, будто это роща, а на самом деле там были замаскированные орудия. Если неподалеку от позиции было высокое дерево, то я обязательно там размещал свой наблюдательный пункт, потому что оттуда было хорошо видно, что делают немцы. А если орудия стояли на открытой местности, то для маскировки орудий и окопов применялась маскировочная сеть с нашитыми на нее тряпочными пятнами. Ящики с боеприпасами, кстати, мы тоже тщательно маскировали. Зимой орудие красили в белый цвет? Обязательно. И щит и ствол. Мы не самостоятельно принимали решение о том, что пора красить орудие. В зависимости от погоды нам сверху давали команду, и мы приступали к нанесению маскировочной окраски. Для этого использовали не краску, а побелку в перемешку с клеем, чтобы ее и дождем не смывало. И потом можно было все это отмыть без особых усилий. У нас были специальные рукавицы с жестким покрытием, которые просто мочили в воде и оттирали ими поверхность орудия. На кого возлагалась обязанность по охране орудий? На орудийный расчет. Ведь это наша задача – охранять себя со всех сторон. Поэтому у каждого орудия днем и ночью стоял человек из состава расчета, который нес службу по охране позиции. Недалеко от орудия рыло землянка, в которой отдыхал остальной расчет, готовый по тревоге быстро занять свое место у орудия. Когда орудие ведет стрельбу, часовой выдвигается чуть в сторону и ведет наблюдение за тем, чтобы на орудие никто внезапно не напал. Ваши гаубицы использовались для контрбатарейной борьбы? Да, применялись. Мы получали координаты или от нашей разведки, или от звуковой разведки, которая при помощи своих приборов определяла, откуда ведет огонь немецкая гаубичная батарея. Учитывая полученную информацию, наши расчетчики на картах наносили точки, определяя дальность. А нами устанавливался нужный прицел по значениям на торце барабана, где каждое изделение означало 50 метров дальности. Когда стреляешь по таблице, не видя цели, то нужные значения и дальности тебе дает командир батареи, который находится на передовой. В его отсутствии огнем батареи руководил я, старший по батарее. В моем подчинении было четыре орудия, расположенных друг от друга метрах в 30. Они не выставлялись строго по прямой линии, могли стоять кто чуть впереди, а кто-то слегка позади, в зависимости от местности и от необходимости. Иногда всю батарею не разворачивали, ограничившись парой орудий. Для контрбатарейной борьбы часто использовались бризантные боеприпасы, у которых на взрывателе выставлялась дальность срабатывания. Если же вражеские орудия находились уже километров в пяти, то при необходимости мы могли из своей гаубицы чуть ли не прямой наводкой подавлять артиллерийские огневые точки противника, хоть это и было нецелесообразно, потому что гаубичный прицел к этому не приспособлен. От чего на батарее были потери больше? От налетов авиации или от огня артиллерии? Больше всего мы несли потери от огня вражеской артиллерии. Самолетов к позициям батареи старались не допускать. Были случаи прорыва немецких танков к вашим позициям? Были. В таких случаях вели огонь прямой наводкой нашей 76-мм пушки, и каждый командир орудий был в праве самостоятельно выбирать для себя цель. Как форсировали водные преграды? В пехоте, переправляясь через водные преграды, приходилось свою винтовку держать в поднятых руках, а ремень с подсумками вешать себе на голову, чтобы патроны не промокли. Это позволяло переправившись на противоположный берег быстро привести себя в боевую готовность. А в артиллерии, если не было поблизости моста, переправлялись по заранее наведенным переправам. Бывало, что приходилось спиливать деревья, сколачивать из них плод, на который руками закатывали орудие и переправляли его на противоположный берег. Тягач в таком случае переправлялся на отдельном плоту? Это в зависимости от ситуации. Бывало, что тягач бросали, не переправляли, а добывали новый уже на противоположном берегу, как случилось у нас в районе Смоленска. Мы знали, что для нас самым главным было сохранить само орудие, иначе за утрату оружия могли и расстрелять. А тягач это уже дело второстепенное. За уничтоженные цели вы получали денежные вознаграждения? В то время нам никаких денег дополнительно не платили. Но нам, солдатам, полагалось денежное довольствие, причем в каждом из родов войск оно было разным. Помню, что в пехоте в день выдачи денежного довольствия, или как мы его называли, день пехоты, у нас был 16 числа каждого месяца. Получим зарплату, сбросимся, где-нибудь раздобудем бутылку самогона и вечерком день пехоты отметим. Через какие страны прошел ваш боевой путь? Я был в Румынии, Польше, Германии. Победу встретил в Чехословакии. Чехи нас встречали очень хорошо. Туда, где остановилась наша часть, вечером в качестве угощения они принесли в баклажках свой самогон. Мы принимали их угощения и пили самогон тайком от своего начальства. Но пьяными мы не были, лишь становились веселыми и даже устраивали танцы с местными девушками. Однажды мы решили искупаться в реке, а тогда у нас трусов не было, только лишь кальсоны. Только мы разделись до гола, как на берег вышли местные женщины. Мы переполошились и давай быстро кальсоны на себя натягивать. Оказалось, чешки нам различную выпечку принесли, чтобы угостить. Как складывались отношения с местным населением в Румынии и Германии? Вполне хорошо складывались, ведь они на нас не нападали. По местным бабам наши солдаты не бегали, потому что каждый считал главной своей задачей хорошо покушать и сладко поспать. С власовцами приходилось встречаться в бою? Нам говорили, что на определенных участках фронта на стороне немцев воюют власовцы, но непосредственно в бою мы с ними не сталкивались. Зато в Чехословакии встречали много русских из тех, кто туда эмигрировал после революции. Мы с ними вечерами встречались, беседовали. Они нас расспрашивали, как сейчас живет наша страна. Как праздновали победу? Раздобыли выпивки кто где мог и целую ночь палили в небо из всех видов оружия. Думали, что война закончилась и строили планы своей послевоенной жизни. Но многим подразделениям сказали, нет, голубчики, есть еще война на Востоке. Кто будет воевать с Японией? Поэтому необходимо получить пополнение и отправляться на Дальний Восток. Тогда на войну с Японией отправляли целыми формированиями, имеющими боевой опыт. Однако нашей бригаде повезло. Из Чехословакии осенью 1945 года нас вывезли в город Полоцк, где разместили в одном из возведенных больших военных лагерей. Началась работа по расформированию нашей бригады и отправке домой тех, кто подлежал демобилизации. В замену расформированной там же была сформирована новая часть, куда попали те, кто продолжил службу в армии. Я увольняться из армии не захотел и в звании старший лейтенант продолжил служить в артиллерийских войсках. Меня направили на полигон Капустин-Яр, где я прослужил до 1971 года, занимаясь испытанием образцов нового вооружения и ракет. За участие в освоении космоса и выполнении боевых задач особой государственной важности я был награжден тремя орденами Красной Звезды, а всего у меня этих орденов пять. Но про этот период моей биографии я рассказывать не имею права. Интервью Сергей Ковалев. Литературная обработка Николай Ковалев, Сергей Ковалев. Конец интервью. Читал Олег Лобанов.